Я обратила внимание на появившееся 29 августа в итальянской ежедневной газете о Венере статью. К сожалению, не все статьи в итальянской прессе меня радуют. Вот это не порадовало точно. Основное содержание ее, в основном, она посвящена тому, что, как пишет автор, «Россия, Китай и США вступили в гонку за военное доминирование в космосе». Причем у читателей этой публикации может сложиться впечатление, что такая гонка инициирована именно Россией и Китаем, а Соединенные Штаты вынуждены, наверное, все это реагировать для того, чтобы не остаться таким безучастным наблюдателем. Я просто хотела внести ясность, потому что итальянская пресса действительно имеет большой вес и к ней прислушивается. Мне хочется, чтобы, может быть, в следующий раз к нам обращались за комментарием и всегда дадим не до публикации, не после публикации, а до. В действительности же предотвращение гонки вооружений в космосе является одним из российских внешнеполитических приоритетов. Мы не устаем об этом не только говорить, но и предпринимать соответствующие шаги на международных площадках. Еще в 2004 году в одностороннем порядке, я хочу это подчеркнуть, Россия взяла на себя обязательство не размещать первыми оружие в космосе. Россия проводит линию на глобализацию этой инициативы, к которой полноформатно присоединились уже 10 государств. Продемонстрированная в прошлом году поддержка российской резолюции Генеральной Ассамблеи и Организации Объединенных Наций по этому вопросу подтвердила, что наши усилия находят позитивный отклик подавляющего большинства стран. Я думаю, что вполне уместно добавить и то, что Соединенные Штаты по этой резолюции почти в одиночестве голосовали против. А страны-члены Евросоюза воздержались. Вот это просто на заметку итальянской прессе. Параллельно с усилиями по глобализации политического обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе, Россия совместно с нашими китайскими партнерами энергично продвигает идею заключения юридически обязывающего договора по предотвращению размещения оружия в космосе. Добиваемся скорейшего запуска переговорной работы по российско-китайскому проекту соответствующего договора на конференции по разоружению в Женеве. И, наконец, еще один факт, просто в подтверждение моих слов. Начиная с 2005 года по инициативе России и Китая ежегодно принимается резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по мерам транспарентности и доверия в космосе. Помимо этого Россия неизменно поддерживает на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН ежегодную резолюцию Египта и Шри-Ланки о предотвращении гонки вооружений в космосе. Тоже немало интересные факты. Соединенные Штаты всякий раз голосуют против вместе с двумя-тремя другими государствами. И еще раз повторю, что жаль, что газета, которая взялась писать на такую серьезную космическую тему, не проанализировала международно-политические аспекты данной проблемы, не обратилась к нам. Мы всегда открыты. Пожалуйста, пишите нам, звоните им, всегда ответим. Снабдим вас нашими материалами. Просто для того, чтобы присутствовала какая-то объективность подачи этой темы. Продолжение следует... Продолжение следует...